Может использоваться доступ к организму людей, но об этом в другой раз. Ну и конечно же видна тенденция к сокращению населения планеты Земля. Особенно это касается больных и старых людей. В принципе, те, кто стоят за спинами политиков и крупнейших бизнесменов, никогда не скрывали своих планов относительно человечества. Еще в 1980 году в США, в штате Джорджия, был возведен скандально известный монумент под названием «Скрежали Джорджия». Что нужно знать про этот объект? Его заказал неизвестный, который обратился в фирму «Инкогнито» и согласился на очень невыгодные для себя условия. То есть денежный вопрос его не интересовал. Официально считается, что деньги пожертвовала некая группа верных американцев, но до сих пор никто не знает, кто именно был заказчиком данного памятника. Кроме того, заказчик выкупил участок земли под монумент и передал подрядчику пожизненное право на пользование этим участком земли и передача его по наследству детям. Думаю, что тоже не бесплатно. Памятник установлен в день весеннего равноденствия 22 марта 1980 года. Монумент ориентирован в соответствии с годичным циклом перемещения Солнца по небу. В центральной плите колонни на уровне глаз имеется сквозное отверстие, ориентированное на север. Через него в любое время года можно увидеть полярную звезду, а также прорезь, сделанная в соответствии с положением Солнца в периоды солнцестояний и равноденствий. Теперь о надписях на плитах. Основная надпись состоит из 10 принципов, заповеди и выгравирована на 8 современных языках. По одному языку на каждой стороне 4 вертикальных плит. На каждой из сторон верхней плиты имеются надписи на 4 древних языках. Акадском, сделано клинописью, классическом, греческом, санскрите и древнеегипетском. Там написано «Да послужатся и скрижали заветом веку разума». Все 10 заповедей от неизвестных авторов вы можете видеть на скриншоте. И первые две заповеди звучат так. Цитата. «Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразие человечества». Конец цитаты. Итак, если учесть тот факт, что часть денег за работу была переведена заказчикам из разных городов США, то складывается мнение о том, что заказчиками были американские масоны. И оплата была распределена между отделениями масонов в разных городах Америки. Пару слов о том, что нам делать. Во-первых, нужно понимать, что не все планы тайных обществ сбываются. Во-вторых, несмотря на мощь элиты и средства, которыми они располагают, они все равно боятся восстания масс. Поэтому самое их эффективное оружие – это страх и запугивание. Открытость планов также направлена на подавление воли. Безусловно, каждого по отдельности можно запугать, растоптать и уничтожить. Но когда народ объединяется и противостоит уничтожению его прав массово, тут не спасет никакая армия и никакие деньги. Не бросайте друг друга, держитесь вместе. Обсуждайте события хотя бы на кухне или во дворе со своими знакомыми. И, наконец, главный вопрос – как относиться ко всему вышесказанному? Слушайте свое сердце и смотрите, что происходит в мире. Не имея информации, мы оказываемся слепыми и глухими. Поэтому особенно важно сегодня следить за тенденциями политики, образования и здравоохранения. Но всегда имейте здоровую долю скептицизма. Ведь все это – выдумки и фантазии неизвестных.